всем привет вы на канале автоэлектро меня зовут евгений и сегодня мы хотим вам показать один из самых маленьких электромобилей называется он бао джун е100 собирается на совместном предприятии саик дженера motors вулинг это машина по размерам чуть меньше смарта его размеры 2,5 метра в длину 1,5 метра в ширину и 1,6 метра в высоту мощность его мотора 29 киловатт батарея емкостью 24 киловатт часа и запас хода у этого малыша 250 километров нам часто задают вопросы какой можно привести бюджетный электроэнергетический автомобиль с ценой до 10 тысяч долларов и с повышенным запасом ходом эта машина нашему клиенту обошлась в районе 9,5 тысяч долларов со всеми расходами с пенсионным фондом с постановкой на учет машина под ключ эта машина очень удобна для больших мегаполисов где есть большие трудности с парковкой в частности в киеве вы на этой маленькой машинке сможете запарковаться в любые труднодоступные места максимальная скорость этого автомобиля 100 километров в час но я не разгонялся столько я по киеву езди ехал 50 60 для такого бюджетного автомобиля вполне себя ведет достойно давайте посмотрим что внутри у нее есть напоминаю это бюджетная машина поэтому не надо тут сразу что-то ожидать большего мы видим простой салон регулировка зеркал у нас механическая здесь все у нас твердый пластик мы ничего не не ждем чудо все очень просто сиденье у нас тканевой отбивкой неплохого качества видите у нас я уже за рулем на ней ездил и говорил что посадка высоковатая мне не очень удобно но это сделано из-за того что внизу у нас батарея мы сидим над батареи поэтому физически тут по-другому никак не сделаешь посадка в принципе комфортно мы понимаем что мы будем на этой машине ездить только по городу на небольшие расстояния и принципе вы не должны уставать руль у нас не регулируются у нас одно положение и принципе тут из-за излишеств больше ничего нет у нас обычный ключ зажигания включаем в нашей машине магнитола как таковой отдельно нет она у нас вот в этом планшете выведена центральном дисплее на этом дисплее мы видим переключение скоростей задний проектор они кстати у нас есть он тоже здесь отображается на центральном жк дисплее мы видим пиктограмму автомобиля показывает текущее состояние автомобиля состояние заряда у нас 97 процентов и запас хода показывает 257 километров на 97 процентов повторюсь хотя по спецификации заявлено 250 километров запас хода ведь у нас чуть больше показывает также на на руле у нас есть управление эти кнопки отвечают за режим езды это эко включен это нормальный режим и это спорт режим эти кнопочки ни за что не отвечает эта кнопочка у нас отвечает за бортовой компьютер мы видим пробег температуру в общем все такие быстрые данные по машине также у нас присутствует машине мультибедийное устройство но визуально мы на приборной панели он не отображается но тем не менее с помощью регулировки звука естественно я звук могу громче тише делать переключать настройки fm станции вот этими клавишами и если нажать вот эту кнопочку то можно подключить bluetooth и со своего телефона либо с любого устройства передавать музыку на нашу магнитону здесь у нас все обычные переключатели дворников управление светом здесь у нас управление переключение скорости у нас осуществляется в среднем свете подключение передними туманками и задними обогрева заднего стихма регулировка света также у нас присутствует кондиционер и печка ну и обычные режимы скорости здесь все очень просто у нас еще есть юсб порты для зарядки наших телефонов и 12 вольтовая розетка управление переключение скорости у нас осуществляется с помощью шайбы и также у нас есть механический ручник управление зеркалами осуществляется с помощью этих кнопок так у нас есть небольшой открытый перчаточный ящик также у нас есть подсветка на этом все излишества закончились торпеда у нас видите такая с выемкой соответственно сюда какие-то документы как правило эти машины больше используют в крышерингах там службы доставки она небольшая компактная удобная машина давайте посмотрим какой багажнику и у этого автомобиля багажник открывается с кнопки багажник естественно небольшой видите и я сижу как мне удобно и места немного но тем не менее несколько сумок пакетов супермаркета мы сможем сюда положить и опять же многие кто в доставке используют снимают переднее пассажирское сидение и у вас получается больше места для доставки здесь у нас ничего нету все закрыто кстати небольшая шумоизоляция есть и все лючок зарядного порта у нас открывается изнутри находится он передней части автомобиля это стандартный разъем gbt ac потребляет до 10 ампер максимальная потребляемая мощность 2 и 2 км в часа капот у нас очень маленький из-за того что машина небольшая он у нас пластиковый и открывается с помощью вот этих заглушек мы тянем его на себя и вот мы видим что у нас под капотом все компактно расположено для любителей увеличения пробега сюда можно автономочку поставить место есть сейчас мы проедемся на нашем бао джун и 100 посмотрим как она себя ведет в городских условиях сейчас у нас батарея заряжена на 62 процента запас хода показывает 164 километра на дисплее отображаются все действия с автомобилем которые происходят когда нажимаю на педаль газа светится что идет расход энергии когда отпускаю педаль что идет заряд энергии когда я включаю поворотники включил поворотник сразу видно машинка показала какую сторону и поворачиваю машина очень компактная прям очень очень компактная единственное что для меня недостаток она очень высокая посадка и я хотел бы чуть ниже сидеть но батарея находится под днищем прям под сидениями поэтому мы сидим над батареей к этому привыкаешь обзор обзор заднее зеркало хотелось бы чуть выше поднять она сюда в этом машина сделана более для низкоросных людей поэтому есть особенности боковые зеркала обзор хороший шумоизоляции естественно никакой нет я слышу шум дороги опять же эта машина городская для того чтобы ехать по городу удобно было парковаться в крупных городах большие проблемы с парковками на этой машинке вы припаркуетесь везде по размерам она меньше смарта вот хорошо сейчас видно как отображается включил я поворотник и на центральном жк дисплее показывается графикой какой я поворот включил ускорение естественно медленная здесь очень маленький мотор для такой матч маленькой машины большой мотор и не нужен на лежачих полицейских она конечно немножко жестковато надо их проезжать с небольшой скоростью на этой машине очень удобно парковаться я сначала сел назад сдавал думаю где же камера заднего вида а потом просто обернулся назад и сразу увидел свой бампер поэтому здесь она и не нужна такая камера вы паркуетесь чуть ли не на ощупь режим рекуперации хотелось бы мне чтобы он более жестче работал более тормозил он рекуперирует посредственно то есть накат я ощущаю боковые стойки здесь очень широкие но тем не менее то что эта машина очень компактная вы видите все что происходит по бокам ну и не мешает сильно обзоруйте стойки так что если вам нужен недорогой электромобиль с достойным запасом ходом повторюсь 250 километров то можете рассматривать для больших городов да даже для небольших городов люди которые ездят на работу да просто ездят 12 человека то это неплохой вариант посмотрите его также напоминаю вам что у нас есть телеграм-канал вайбер канал мы каждый день публикуем там интересные предложения по электромобилям подписывайтесь ссылочки будут в описании под этим видео всем пока и до новых встреч